Особое мнение на 101FM Добрый день. У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова, а свое особое мнение высказывает директор средней школы поселка Вахруша Игорь Олин. Игорь Витальевич, добрый день. Здравствуйте. Есть федеральные темы, важные, о которых мне хотелось с вами поговорить, но вот в продолжение того эфира, который у нас сейчас был, хочу начать все-таки с темы местной и вот с той историей о том, можно или нельзя кататься на курганах возле Дворца Пионеров. Сейчас, по-моему, вы встретили у нас в студии как раз представителей Сути Времени, которые против этой истории. Вот вы как считаете? Ну, я тоже против. Не надо кататься на курганах, которые кто-то когда-то делал совершенно с другой целью. Я думаю, что у нас не настолько бедный город, что он не сможет позволить построить какие-то горки для того, чтобы объяснить детям, что все-таки это историческое место. Это ведь исходит еще из того, что в 80-е, в 90-е годы мы приезжали в Дворец Пионеров, мы же не катались с этих горок. Нам объясняли, проводили экскурсии, говорили о том, чему это посвящено, и все равно было уважение к былым поколениям. Сейчас, скорее всего, ни дети, ни взрослые, многие просто даже не представляют, что там за курган, они просто воспринимают их как место, с которого удобно кататься. Поэтому обвинять детей, конечно, здесь тоже нельзя, может быть, даже и взрослых, которые об этом не знают. Но если людям объяснить и дать им просто альтернативу, иначе если здесь запретить кататься, все равно мальчишки, они все равно пойдут. До каждого ведь не дойдешь, каждому ведь не расскажешь, там, часовую экскурсию не проведешь. Поэтому надо просто, увидев подобные конфликты, надо решать быстро очень и легко. То есть надо делать альтернативу. И говорить, сюда нельзя, а вот здесь, смотрите, мы вам сделали лучше. И люди туда, и мальчишки уйдут, и будут там кататься. А вот этот вопрос о том, что, не знаю, 200 лет уже катались, вот сейчас звонил там наш коллега, да, Александр Сохин, который в детстве катался, сейчас ему там уже, ну, около 30 лет, в детстве еще он на этих курганах катался. И вот вдруг сегодня мы решаем, что на них кататься нельзя. Понимаете, вот я просто вспоминаю свое детство. У нас в том месте, где мы росли, не было речки и не было нормального пруда. Да, надо было идти очень далеко за много километров. И у нас построили новые очистные, и вырыли там таким образом несколько карьеров, где, ну, понятно, что из канализации льется, да, было несколько прудов, но в самом последнем вода, на взгляд, очень чистая. И мы ходили туда купаться, пока взрослые это не обнаружили каким-то образом, нас оттуда не выгнали, да. Дети есть дети, они найдут то, что им покажется для их вот конкретных сейчас целей, подходящим, они будут это реализовывать. Понятно, что и в 70-е, наверное, и в 80-е, и в 90-е приходили и катались, и не запомнилось человеку, что никто, может, ничего не говорил. Ну, дети есть дети, да, не каждый будет там шуметь, кричать. Но на самом деле это все равно нехорошо. Если были архитекторы, были строители, были люди, которые воплотили это как идею, ну, задумывали ли они, что вот эти комплексы в зимний период, покрытые снегом, будут заливать льдом и, значит, будут на них кататься. Можно далеко зайти, много у нас памятников есть, давайте там, я не знаю, любой другой памятник возьмем, и какая-то конфигурация подходящая будет, будет памятник, посвященный, не знаю, каким-то героям, Великой Отечественной войне или революции, или чему угодно там, и начнем оттуда, например, не знаю, как с трамплина прыгать, или воздушные шары оттуда будем запускать. Все же покрутят пальцем у виска. Так и здесь, мне кажется. В этом нет никакой трагедии, тут не надо, конечно, кого-то обличать, бить или еще что-то. Надо спокойно просто проблему решить. Если чьи-то чувства это действительно тревожит, я думаю, небеспочвенно, вот в частности этой сути времени, давайте мы просто конструктивно подойдем и постараемся решить эту проблему и соблюдем интересы и одних, и других. Этот вопрос требует какого-то общественного обсуждения или все-таки здесь просто нужна твердая воля и понимание? Мне кажется, городская администрация сегодня обратила на это внимание и может подумать, и вот зима, и там впереди лето, можно запланировать какие-то средства и найти место в том просто районе, сориентировать, куда можно детям идти кататься, где-то тут же поблизости сделать. Ну, перейдем теперь к федеральной повестке. Там уже речь не о катании с курганов, да, о более серьезных вещах, там, не знаю, ну, о катании, например, с трамплина, да, или лыжных гонках и всем остальном, что связано с большим спортом. Неприятная новость вчера появилась. Российской сборной запретили выступать в ближайшие четыре года на крупных спортивных соревнованиях. Даже под нейтральным флагом запретили, если на прошлой олимпиаде под нейтральным выступали, да, и все верно, то теперь даже так нельзя. Принятие мер связано с подозрениями в манипуляциях, допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. А власти России это называли уже выдавливанием России и политическими играми. То есть выдавливанием с помощью спортивной темы. Вы что думаете на этот счет? Я возмущен вообще всей этой ситуацией, но не совсем согласен. Вот с позиции, не знаю, кто здесь подразумевает под словом власть, что это выдавливает Россию, но, ребята, у нас несколько лет назад аналогичная ситуация уже произошла. Можно было за эти годы предпринять какие-то, ну, сверх меры, обратить какое-то усиленное внимание, направить каких-то супер-классных специалистов для того, чтобы комар носа не подточил. Ну, проходит много лет. У нас легкоатлетическая команда уже, по-моему, там лет пять вообще нигде не может толком принять участие, потому что развалили королеву спорт сегодня, да, вот у нас ее развалили. Но мы видим, опять же, какую позицию. Опять нас обижают. Ну, кто вас обижает? Если там вот эти антидопинговые лаборатории, они построены настолько же жестко, сколько, например, и наркоконтроль, да? И не подозрение, что там были махинации, а там были махинации. То есть там обнаружены факты, что кто-то несанкционированно имел доступ, менял какие-то показания, когда уже несколько лет были санкции. И мы просто разводим руками, ну вот, нас опять обижают. Это просто позор. Это вселенский позор. Вот кто-то назвал это самым крупным скандалом вообще в истории мирового спорта. А в истории России это, мне кажется, один из самых несравнимых позоров вообще. Даже не только относительно к спорту, а вообще к имиджу страны. Вообще к нашему национальному состоянию. Я учился читать по советскому спорту, да, в 6 лет. Всю жизнь был болельщиком. В 2000-е годы постепенно я стал отходить, потому что наш спорт стали превращать в орудие пропаганды. Когда крупные спортсмены стали паровозами на выборах, да, вот они вступали в единую Россию, стали депутатами Государственной Думы. И вместо своего прямого дела, как и чиновники спортивные, они стали, так скажем, одним из факторов, который должен был помогать нашему населению голосовать за действующую власть и не критиковать. Все у нас хорошо. Ну и, конечно, апофеозом стала Олимпиада в Сочи. Мы все так радовались, да, спасибо страна. Мы говорили друг другу за такое счастье нам было, там, предоставлено 30 с лишним медалей. А потом что все оказалось? Оказалось, что само государство, какие-то структуры были замешаны в том, чтобы использовать, опять же, спорт в каких-то политических целях. Политика грязное дело, но что оно настолько грязное, что фактически спорт сегодня из-за этой ситуации, он фактически сегодня потерял престиж не только в нашей стране. Он в целом потерял престиж. Вы обратите внимание, вот если раньше интерес к спортивным трансляциям был очень высокий в нашем обществе, люди получали там программу на неделю и сразу отмечали, что вот там чемпионат мира по фигурному катанию, мы посмотрим или по спортивной гимнастике, или еще что-то, то сейчас среди молодежи увлеченность спортом, она очень невысока. По футбольным фанатам можно не судить, потому что футбольные фанаты, там, свой особый мир, они вообще спортом могут не интересоваться, а только смотреть чисто за клубом, там, или за клубным футболом. И даже национальная сборная не всегда смотрит. Интерес к спорту упал, в том числе и по этой причине. То же самое вот у нас произошло. Да у нас какую сферу не возьми? Возьмем космос, нашу национальную гордость. Сегодня у нас от космоса в основном остался Рогозин и робот Федя. И их можно уже на голубой огонек приглашать, чтобы они как Тарапунько, Штепсель, Маврикевна с Никитичной смешили людей. Да вот провал в космосе, провал в спорте. Кино возьмем. Да, вот совсем недавно шла публикация о том, что у нас десятки фильмов были выпущены, на них были потрачены гигантские средства, и эти десятки фильмов даже не дошли до кинотеатров. Там по сто зрителей на страну у них, да, в кино. Да много отраслей мы можем взять, где все развалено. Это позор. Давайте вернемся к вашим словам. Вы сказали, можно было бы сделать так, что комар носу не подточит. Вы здесь что имели в виду? Что допингом перестать, допинг перестать употреблять или сделать так, чтобы это было не раскрыто? Ну вот просто я не поверю, что в других странах нигде допинг никто не принимает. Это свидетельство того, что современная Россия отстала еще и в технологиях, в том числе в этих спортивной медицине. Если Советский Союз был лидером в этом направлении, конечно, если мы возьмем, например, 80-е годы, сборную ГДР Германской Демократической Республики, маленькая страна, которая на летних и зимних, а на зимних особенно олимпиадах, составляла конкуренцию что Советскому Союзу, что США. И потом оказалось, что у них была целая система, да, вот эта фармакологическая подготовка спортсменов. Да, возможно, принимает. Я вообще понимаю, что в высшем спорте, наверное, сейчас он уже достиг такого уровня, что от него принципов олимпизма это практически скоро не останется. Раньше это... Раньше действительно был олимпийский дух, а сейчас это бизнес. Просто бизнес и зарабатывание больших, огромных даже денег. привлечения в качестве рекламы зрителей, чтобы они больше платили, больше было рекламы. Наверное, в том виде, в каком спорту мы привыкли в конце 20 века, к такому виду он уже никогда не вернется. Вот на мой взгляд. У нас сейчас перерыв. Через полминуты вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова, а «Особое мнение» высказывает директор средней школы поселка Вахруша Игорь Олин. Игорь Витальевич, хочу теперь опять на местные темы переключиться. Вот одна из новостей, ну, казалось бы, очень позитивная новость и хорошая. Педагогам обещают на 7% поднять зарплаты. Деньги, значит, уже предусмотрены в бюджете на 2020 год, говорит зампред правительства Дмитрий Курдюмов. Слышали ли вы об этом? И вот это реальное повышение или опять некое перераспределение, то есть то, о чем мы с вами говорили в прошлой нашей программе, когда по бумагам зарплата поднимается, а на самом деле нет? Ситуация с оплатой труда школьных учителей, она очень остро сейчас стоит. Мы приглашали в этом году к себе в коллектив представителей обкома профсоюза, и он говорил о том, что 160 обращений было от местных коллективов, от учительских коллективов в различные правительственные инстанции с тем, чтобы каким-то образом навести порядок с оплатой труда. Я не буду сейчас подробно останавливаться, потому что это мы уже очень часто много обсуждали, о том, что люди фактически лишились доплаты надбавок и получают, так скажем, оклады за часы, выиграли те, кто ведет много часов. Ну, например, у челя начальных классов, которые по определению много не могут вести, им надо целыми днями быть вот со своим вот этим коллективом детским, лишившись нормальных доплат за проверку тетради, классного руководства там и других, они оказались в очень плохой ситуации. Да, там зарплаты 13, могут быть 14-15 тысяч рублей, вполне обыкновенная зарплата для учителей начальных классов. То есть по бумагам зарплата выросла, а на самом деле упала? Она была перераспределена, она ушла к тем, кто ведет много часов, а тем, кто ведет ставку, например, он получает гораздо меньше вот той средней зарплаты, про которую нам всегда говорят за счет этой интенсификации. Поэтому таких обращений было много, и у нас состоялась встреча, нас пригласила министра образования нашего Кировского региона Ольга Николаевна Рысева, и мы с ней как раз разговаривали по поводу ситуации с заработными платами, и мы знаем о том, что да, это реально будет повышение на 7%. Но повышение было, по-моему, в прошлом или позапрошлом году на 6%. 7% это, конечно, немного, но это хотя бы что-то. То есть если фонд у нас, например, по нашему коллективу примерно полтора миллиона, то вот можно смотреть, что 7% это около 100 тысяч рублей нам добавится в месяц. То есть это... К окладам. Это прибавка к окладам. Это будет не прибавка... Ну, насколько я понял, это не будут пока прибавки к окладам, это именно вырастут фонды оплаты труда, и эти деньги можно будет направить именно на оплату воспитательной работы классным руководителям, проверке тетради и учителям русского и математики, кто больше всего их проверяет. Я думаю, что это будет справедливо и неплохо. Некие стимулирующие выплаты, да? Да, это хороший шаг, это вообще-то радостная новость, потому что я боялся, что все-таки ситуация экономическая, финансовая у нас непростая, что не удастся выкроить эти деньги, но все-таки раз их находят, хотя это, наверное, все-таки на уровне инфляции примерно, да, вот так вот идет, но хотя бы. И еще вот в этом же там сообщении сказано, что власти обещают сделать начисление зарплат учителям понятным и прозрачным. На комиссии, на которых главы районов и администрации отчитываются о размере и принципах начислений, хотят приглашать педагогов, у которых есть вопросы по распределению фонда оплаты труда. Вот это нужно такое? Нужно такое? Важно это? Или это не решает ничего? Это вообще-то, наверное, я думаю, бесполезно и бессмысленно, что педагоги не дураки, они сами понимают, они видят свою табелеграмму, свой квиточек, вполне ясно понимают, за что им начисляют. У них вопрос-то не в том, как начисляют, а в том, почему так начисляют мало. Почему, если он скажет так, вот я, чтобы получить эту высшую квалификационную категорию, убил пару лет на то, чтобы подготовить каких-нибудь олимпиадников, написать какие-то статьи, провести какие-нибудь семинары, где-то выступить, а мне добавили там 2%, и вы считаете, что это достаточно за мой труд. Вот какой вопрос-то возникает. Недостаточно этих средств, они как начисляют. Ну и сама даже постановка вопроса о том, что главы администрации должны объяснять принципы начисления, это, конечно, говорит об ущербности вообще системы оплаты труда сегодня в системе образования, когда школы, находящиеся в одном районе, в одном муниципалитете, между которыми там 10-15 километров, могут сталкиваться с такой ситуацией, в чьи обсуждают друг с другом, что где-то за классное руководство платят 10%, где-то 5%, где-то вообще не платят, где-то 20%. То есть везде такая разная ситуация, и это ненормально, когда люди за одинаковый труд в одном регионе и в одном муниципалитете получают разные деньги. А почему так? А потому что это была введена в свое время новая система оплаты труда, распиаренная. В 2008 году тогда еще Дмитрий Анатольевич Медведев говорил о том, что мы должны поощрять качественно эффективный труд. И вот с 2008 года, может быть, каких только целей не добилась эта реформа, единственное, чего она не добилась, никакого качественного и эффективного труда поощрять с тех пор не удавалось, потому что денег просто-напросто не было, они исчезли. Система ЕТС, мы сейчас с благодарностью о ней вспоминаем, какие умницы разрабатывали, ну у нас же есть умные вообще люди, мыслящие системно, которые понимают, что нужно сделать, чтобы и стимулирующая система была одновременно, и справедливой. Вот система ЕТС, единой тарифной сетки, после нее, конечно, все было только хуже. Ну это мой взгляд, но я думаю, с ним очень многие согласны, вот я со своими коллегами обсуждаю, с ним многие с такой точки зрения согласны. Но теперь снова что-то меняется, идет в эту сторону или нет? Пока ничего не меняется, это должны быть шаги, предпринятые в бюджетной сфере на уровне федерации. Они должны рекомендовать регионам, ну или хотя бы дотационным регионам рекомендовать одни системы, потому что те, кто немного регионов, у которых доноры, они сами, конечно, могут придумывать и доплачивать, и кучу денег платить, и платят, наверное, да, и платят, мы знаем, да, в Москве, например, в Петербурге или еще где-то. У дотационных регионов нужно продумывать систему, ее надо менять. Еще хочу к одной новости обратиться. Она сегодня появилась, и она от прокуратуры Кировской области. Суть в том, что прокуратура обнаружила нарушение на этот раз в детских садах. Я сейчас не хочу, может быть, просить вас комментировать то, что произошло, но, может быть, вы можете объяснить, почему такое может происходить. Например, в кировских детсадах недокармливают, говорят нам прокуроры. 44 тонны фруктов, на 44 тонны фруктов, на самом деле, пытаюсь представить, это, мне кажется, очень много. За два месяца, за октябрь и до ноября, недокупили, недозаказали детские сады Кирова. 130 детсадов из 144, ну, то есть практически все детсады. И дети там получили вместо 100% нормы где-то по 10%, где-то по 30%. Ну, то есть дети практически не ели фруктов. В нескольких детсадах сыра тоже дети не доели. Ну, и с сухофруктами похожая была проблема. Вот почему такие вещи могут происходить? Я еще раз, слушая эту новость, перекрещусь, что у нас столовая не своя, у нас аудит, то есть нас обслуживает организация, специалисты. И нет вот этих головных болей. Всегда жалею заведующих детскими садами, которые, кроме того, что они должны выстроить коллектив, который должен заниматься с дошколятами, воспитанием, их обучением, они должны быть одновременно еще и специалистами в сфере пищевой отрасли, и вот организовать все это питание. Я всегда очень сомневаюсь о том, что здесь какая-то большая вина конкретных должностных лиц, когда говорят, что это массовое явление. Они что, там все дураки, что ли, эти заведующие? Это, я думаю, большинство из них это опытные руководители, и если такой системный сбой происходит, это значит, что в самой системе заложены какие-то моменты, негативно влияющие вот на весь этот процесс обеспечения детским питанием. Скорее всего, там что-то связано, возможно, с закупками, то есть вовремя там нельзя провести, может быть, еще с какими-то моментами. Но тут надо разбираться не с конкретными детскими садами, а с той первой причиной, которая приводит к такому явлению в целом по детсадам. То есть прокуратура выявила, надо разбираться, что мешает своевременно вот все это реализовать. Я не думаю, что там есть какой-то злой умысел. Ну, то есть дети недоедают не потому, что кто-то это съел? Нет, конечно. Скорее всего, потому что по тем механизмам, которые сегодня существуют, либо не хватает времени, либо не хватает каких-то ресурсов, либо слишком сложна документация, либо еще какие-то моменты, которые не позволяют выполнить эту задачу вовремя и в срок. Уйдем сейчас на перерыв, на рекламу, и через две минуты вернемся с новой темой. Да, это действительно программа «Особое мнение», и высказывает его сегодня директор средней школы поселка Вахруши Игорь Олин. Игорь Витальевич, ну о зарплатах в школах уже поговорили, о питании поговорили, еще хочется поговорить о безопасности. Много, не знаю, случаев и в России в целом возникает, которые заставляют о ней задуматься. Вот вы пишете в своем блоге, что за последние пять лет составили уже четвертый по счету паспорт безопасности образовательной организации. Я цитирую, пухлый документ требует согласования с территориальными отделами Росгвардии, МЧС, ФСБ. Я понимаю, что такой труд проделывали и в ВУЗе, где преподаватель расчленил аспирантку, и в техникуме, где студент расстрелял однокурсников, и в школе, где ученик пытался зарубить учительницу и ее воспитанников, и в детском саду, где, значит, мужчина принес жертву заколов спящего ребенка. Это вот последний случай, в Нарьенмаре был. Но спокойнее от этого никому не стало. Так, получается, эти бумаги не соответствуют действительности, да, и как все тогда должно быть организовано? Пока мы идем по пути укрепления безопасности, и укрепили уже ее настолько, что действительно становится все страшнее жить. У нас, пожалуй, из предложений следующих, потому что такие случаи происходят ужасающе, из следующих предложений остается разве что обнести учебное заведение колючей проволокой, установить вышки с охранниками, на них пулеметы, ну, это абсурд. Но мы движемся-то именно в этом направлении. Мы все ужесточаем, укрепляем. Но, с другой стороны, вы в детский садик, я просто вот на своем примере, да, зайти в этот детский садик можно, ну, реально очень просто. И вот буквально неделю или две назад мне пришло сообщение от воспитательницы, уведомляем вас о том, что теперь все двери в детский сад будут закрываться там с 9 утра до 16 часов вечера. Две недели назад мне это сообщение пришло просто о том, что двери закрываться будут. До этого были открыты. Вот смотрите, мы опять же живем в обществе, где мы боимся, и за каждым видим преступника. И у нас такое, видимо, огромное количество террористов, неадекватных людей, сумасшедших, которые бегают с обрезами, автоматами, убиваются их налево и направо. Пару лет назад я ездил в Казахстан, там живут родственники, в город Уральск. Мы спокойно вечером подходили к школам. Они не обнесены стенами. Там есть какие-то спортивные площадки, детские площадки, ходят мамы с колясками, люди подходят, никто никого не гоняет. Я тогда еще удивился, оказывается, так можно жить. Да я еще сам помню, мы так жили. Жили, когда мы не боялись каждого встречного, и не видели в каждом маньяка, педофила или еще каких-нибудь ужасных людей. Откуда у нас сейчас все это взялось? Мы все больше ужесточаем, а даже по вашим словам я сейчас слышу, что спокойствия-то у вас нет. Вы не чувствуете этой безопасности. Хотя у нас... Ну, когда ты узнаешь, что любой человек может зайти и заколоть во время тихого часа твоего ребенка, ну, наверное, тебе страшно становится в этот момент. Я помню, когда я ходил в детский сад, он у нас был не в нашем селе, а был в деревне за 5 километров. И нас возили в эту деревню, так как не было дорог, на автобусе. Если прошел дождь, а там глиняная гора, нас везли на грузовике. Если грузовик не мог проехать, нас везли на Кировце, в Телеге. И мы ехали в Телеге, вот на этой Кировце, что сегодня все запрещено. Понятно, да? Но когда во всем есть мера, когда есть ответственные люди, когда они не халатно относятся к своему делу, так скажем, с вниманием к окружающим и с душой, то главное это безопасность в том, чтобы люди, которые рядом, они бдительными были. Даже на курсах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям люди, которые специалисты и всю жизнь проработали на этом месте, они говорят, не спасут нас, не видя камеры, не спасут нас ни тревожной сигнализации и другие, ну может быть в наше время необходимые вещи, спасет только одно – внимательная бабушка. Бабушка на крылечке. И люди, которые просто увидят незнакомых, которые тут почему-то как-то странно себя ведут, обратят на них внимание. У меня родственник, он программист, у него манера длинные волосы и бородка, он выглядит необычно. Мы приехали к родне в чужой город и зашли в подъезд, и уже через 15 минут в дверь постучали. Пришел то ли участковый, то ли какая-то бригада, просто попросили документы посмотреть, потому что кто-то сказал, а не приехал ли этот террорист с Кавказа или там откуда-то с Сирией и тому подобное. Вот внимательность людей, а мы сегодня к чему приходим? Что мы воспитываем в людях сегодня равнодушие, сегодня ругаются дети на улице, матерятся, кто во что гораст. Вы обращали внимание, что взрослые могут пройти 50 человек, а я замечаю, я у школы, потому что в школе работаю. Вот малышня разодралась там матеряться, взрослые другие проходят, они не реагируют, они не останавливают их, они не делают им замечаний. Почему? Да потому что если он его остановит, не дай бог, за ручку возьмет, не дай бог, пальчиком погрозит, на него завтра телега будет в полицию и еще не дай бог выйдет ли он оттуда свободно, не посадят ли его. И вот это равнодушие мы в людях воспитали в том числе стремлением к какой-то, не знаю, безопасности, как у Ройла в 1984. Надо менять общественные отношения. И отношения работников любого учреждения к своим обязанностям. Но это не значит, что я отрицаю, что да, сегодня, конечно, мир изменился, и тревожные кнопки нужны, наверное, и от охраны бы никто не отказался, но надо все равно двигаться в том направлении, чтобы это было постепенно изживаем, чтобы мы жили все в более спокойном обществе, и мы не подозревали за каждым преступника, и не было бы этих преступников. Ну, в общем, если я вас правильно услышала, то там турникеты и двери, закрытые на все замки, это не способ избавиться. От хулиганов они, может быть, еще и от пьяниц спасут, от террористов я сомневаюсь. Я все равно хочу вот процитировать Альберта Бекалюка, это депутат Гордумы, который высказался в нашем эфире, и сказал, что кировские чиновники заботятся в первую очередь о себе, а не о людях, приведя в пример как раз то, что в любой детский сад можно зайти запросто, а вот чтобы попасть, например, в департамент образования, нужно пройти там, ну, просто через охранника, турникеты, и так просто ты туда не зайдешь. Это, кстати, все родители детсадовцев тоже на себе испытали. Вот вы как считаете, согласны с таким его утверждением? Вот это бросается в глаза. Поэтому и видны приоритеты, которые расставляет наше государство. У нас самые замечательные здания, и исторические в том числе, и новые здания. В них размещаются, как правило, кто? Силовые структуры. ФСБ, служба судебных приставов, суды самые различные. У нас такое впечатление, что люди либо преступники, либо те, кто их ловит. Других категорий нет. У нас даже бизнес-центров таких нет, как современный, например, пенсионный фонд или еще что-нибудь. Поэтому, да, конечно, этот перекос есть. Надо, чтобы все-таки эти службы были незаметны, но то они и спецслужбы. Чтобы они не... Меня, знаете, всегда раздражают передачи, когда показывают захват каких-нибудь людей, взяточников, может быть, или еще кого-то, и демонстрируют это по телевизору. И там, не знаю, целое войско на них направляется, людей заламывают им руки лицом в грязь. И это все демонстрируется, что вот какое у нас сильное государство. Хотя раньше, когда преступности было намного меньше, следователь вызывал человека повесткой и вел следствие, беседы, вскрывал, показывал, что и как. Преступности было меньше. Поэтому надо, мне кажется, возвращать эти старые традиции, не только работать на публику и на средства массовой информации. Еще одну федеральную тему хочу поднять, которая тоже с нашими местными новостями связана, и, может быть, вот в этом с вами разобраться. Это новость о том, что после вот этой вот истории с убийством преподавателем своей студентки Единая Россия внесла законопроект, поправьте меня, если я неправильно говорю, или предложила инициативу, проверять, проходить, заставлять всех учителей, преподавателей, педагогов, проходить психиатрическую экспертизу. И я читала тоже в вашем блоге о том, что возмущение вызвало в вас эта идея, но в то же время хочу просто привести, ну, не знаю, таких примеров, наверное, масса, но вот последние тоже, да. Например, на полтора года осужден учитель в Кирово-Чепецке за то, что полтора года избивал двух учеников, вот конкретных двух учеников. Там и шлангом, там страшные вещи просто приводят следком. Вот. Или, например, на воспитательницу детсада, уже бывшую теперь, тоже заведено уголовное дело за то, что она оскорбляла детей. Да, Господи, оскорбляла, не знаю, четырех-пятилеток. Ну, как это так вообще? Вот откуда такие тогда новости появляются? По поводу инициативы единороссов, вот недавно мы узнали новость, что один из самых ярких представителей «Единой России», который в свое время возглавлял движение «Наше», я забыл, у него немецкая фамилия, и он сейчас эмигрировал в Германию. Он учил нас патриотизму на протяжении многих лет, и многие представители этой партии учат нас, как честно жить, как быть порядочными, а потом оказывается, что где-то они сами проворовались или замечены в коррупции, ну и так далее. Может быть, нам тогда тоже психиатрическое свидетельствование проводить кандидатов в депутаты от «Единой России». Вот судя по этой логике, надо проверять психику всех вообще россиян, потому что вот подобные случаи, мы можем вырвать, да, вот подобные случаи. Вот недавно рассказывали нам, что врачи скорой помощи прибыли к человеку, к бабушке, которая там перенесла инсульт, лифт не работал, и они не понесли ее. Она спустилась до первого этажа и на первом этаже умерла. Давайте всех тех, кто врачи, кто сотрудники скорой помощи, будем проверять у психиатра. Это глупость. То есть это единичные случаи, которых не избежать, на ваш взгляд. Это идиотизм. И решать это надо другими методами. Почему у нас появляются сегодня такие вопиющие случаи, когда воспитатели бьют детей, заклеивают им рты скотчем, ненавидят этих детей, и учителя такие тоже появляются. Почему это происходит? Да потому что, во-первых, у нас профессии воспитателей и учителей в силу того, что государство все время финансирует их по остаточному принципу, они стали в какое-то время непрестижными. Люди туда не пошли. Возник страшный кадровый дефицит. И даже люди, которые любили детей, они вынуждены были уходить с этих образовательных организаций, чтобы как-то там жить, кормить свою семью и так далее. И образовалась кадровая дыра, когда у нас на 1 сентября было тысяча вакансий. Которые чем-то нужно, кем-то нужно закрывать. Да дай бог, кто-то пришел. Хоть кто-то пришел. По такому принципу сегодня и принимают на работу. Кто-то пришел, но соответствует по документам более-менее. Ну и все, и работай. Ну, там что-то случится, так заменят. Опять будут искать. У нас еще одна минутка есть. Все же хочу вас спросить о городских делах, не только о школьных. Лед. Весь Киров во льду. Вы вот сегодня приехали сюда, наверное, увидели, да? А в Вахрушах так же? Я понимаю под облеку вашего вопроса, но я противник вот всех этих истерик по поводу погодных условий. Меня нисколько не тревожит, что этот лед появился, ну потому что вот погода такая. Понятно, что дворник, он в течение года справляется с каким-то участком своим, легко. Но в какие-то дни, вот когда сильный снегопад, например, прошел, или вот сейчас лед образовался, надо пять дворников, чтобы выполнить его работу. Так неужто мы будем держать весь год пять дворников ради двух дней? Да переживем мы эти два дня. Все, у нас стали бояться ливней, града, разгоняют тучи, там миллионы тратят в Москве, чтобы тучи разгонять. Вот это, я считаю, позор, тучи разгонять. Поменять систему, нанимать дополнительно людей на эти дни. Ну, правда, вот ходить, пользуйтесь. Ну, безработные, да, общественные работы какие-то, безработные, если есть, то можно, наверное, эту систему. Но то, что у нас вечно ругают наши ЖКХ, что вечно ругают наших, тех, кто занимается благоустройством нашей компании, я с этим абсолютно не согласен. Люди работают, и работают, без них мы вообще пропадем. Там у нас вот канализацию, она сейчас заткнула, вот люди приехали, сейчас ее прочистили, мы вздохнули, что все здорово, все хорошо, я им очень благодарен. А вчера они не могли приехать, потому что они весь день там по поселку что-то ездили, чистили. Потому что, ну, все старое, все разваливается. А они работают еще как-то в этих условиях. Давайте им спасибо скажем, ну, переживем мы этот лед. Ну, указали, да, вот такие возможности. Дайте денег, они наймут кого-то в этот день. Но у них же нет этих дополнительных денег тоже. На этой ноте мы и заканчиваем нашу программу, потому что закончилось наше время. Спасибо вам, Игорь Витальевич, доброго дня и доброго дня всем слушателям. Спасибо вам. Особое мнение на 101FM